Всем привет, народ! Сегодня воскресенье, это значит, что очередной обзорчик вас ждет и какие-то полчаса, 40 минут, 50 минут, не зная, как он получится, вы проведете довольно вкусно. И наверняка вы что-то кушаете в данный момент, и как обычно, традиционно, прошу вас написать, что именно вы кушаете в комментах. В смысле, не кушаете в комментах, а написать надо в комментах, ну вы поняли, вы же умные, вы же классные. Вот, сегодня у нас Crazy Brothers, это четырехэтажные пиццы, как они пишут у себя на сайте, у нас лучшая четырехэтажная пицца в мире. Это вообще отличное заявление, потому что, ну понятное дело, четырехэтажных пицц в мире, наверное, просто тупо нет, поэтому у них самая лучшая эта логика крайне железная. Если где-то появится вкуснее четырехэтажная пицца, они сделают пятый этаж и скажут, у нас по-прежнему самая лучшая пицца, но теперь уже пятиэтажная. Это такая история. В общем, я не знаю, как к этому относиться, фриковать довольно история, то есть вот многослойные вот эти пиццы, но может быть вкусно, людям нравится, многие из вас мне писали предложение сделать на них обзор, окей, делаем. Не оказалось роллов, хотел заказать роллы у них, не оказалось, у них вообще горячий день перед 8 марта у всех, и доставка долгая, по факту, оказывается, я даже не знаю, как их оценивать, но я заказал в 10, мы созвонились, они сказали, что часа в 2 только привезут, потому что у них там вот так выше крыша. Ну и слава богу, за них можно порадоваться. В общем, ждем. Небольшое лирическое отступление по поводу прошлого выпуска. Я периодически косячу в выпусках и периодически признаюсь в этом. Вот в прошлом выпуске на теремок я сделал ошибку, которая, наверное, не очень была корректна с моей стороны, то есть надо было как-то более вдумчиво, что ли, снимать этот обзор и перепроверять инфу. Дело в том, что я заказывал блины от теремка через компанию, которая вообще левая и не имеет к теремку никакого отношения. Это просто перекупы, скажем так, да, они покупают у теремка, добавляют свою маржу к цене, там, и по факту блины оказываются дороже, короче. В общем, весь мой бомбеж относительно цен у теремка в прошлом выпуске, он в принципе, даже несмотря на это, он все равно бы был, потому что, ну, теремок это дорого, блин. И многие из вас соглашаются, соглашались с моим мнением, не исходя из того, что я там иногда скринил некорректные цены, исходя из того, что в целом теремок это дорого. Я не хочу критиковать теремок за это, как бы, ну, это дело теремка, я понимаю, что это немножко другая история, русская кухня, не совсем фастфуд, да, это скорее, ну, специально для тебя что-то приготовленное. Не важно, короче, в общем, по факту теремок это все равно не дешево, но цены, которые я называл в прошлом ролике, они зачастую некорректны были, то есть, если я указывал цены с Яндекс.Еды, то это корректная цена, а если вот через этих перекупов, вот здесь вот сайты увидите, короче, у них дороже в дохрена. Некоторые блины там вплоть под соточку, то есть, они накидывали на какой-то блин, еще и за доставку брали, вот это красавчики. А почему я внимания на это не обратил, потому что я как-то пользовался еще, когда у Макдональдса не было доставки, ну, там вот через Деливери Яндекс, да, я пользовался таким же сервисом, из Макдональдса мне привозили еду, ну, там я платил что-то рублей 300, что ли, за доставку, но цены на бургеры были такие, поэтому я здесь заказал тоже, ну, не ожидал, вот, честно говоря, такой наглости от этих перекупов. Блин, ну, процентов, ну, в среднем процентов, наверное, 30-40 точно была надбавка на все, блин. В общем, вот так вот, спойлер, ребят, так что прошлый выпуск можете пересмотреть с учетом этой информации. Естественно, оценку я немножко теремку исправил, об этом же я написал в прошлом же выпуске, в комменте закрепленном, короче говоря, но, тем не менее, решил здесь отсказать, чтобы было справедливо. Оценку немножко мы им подняли, по цене я им поставил оценку в 4, кажется, да? Что мы там поставили? 4. Вот, в общем, на нашем сайте корректная у них уже оценка и прочее. В общем, вот такие дела по теремку. Ладно, ждем сегодня Crazy Brothers. Вот, вроде бы официальный сайт, там все нормально. Будем надеяться, тут косяков нет. Привезли без 5-2, перевели им на Сбер, можно наличными, можно на Сбер перекинуть. И вот оно все приехало. По ощущениям, вот снаружи оно холодное. А как внутри, мы сейчас посмотрим. Ну что, давайте потихонечку разбирать, что у нас получилось. Что мы тут понабрали, пиццы всякие. Единственное, я расстроился, у них еще есть суши и роллы, я тоже их хотел попробовать. Но у них они сегодня в стопе. Так, а у них, кстати, на каждой коробке, по-моему, подожди, давай вернемся. Вот, на каждой коробке отмечено, что именно входит внутрь коробки. То есть здесь у нас пицца Чапалах. Тут ассорти, тут голубое золото. Короче, 4 здоровенные пиццы мы заказали. Телефон у них, а вот они, видимо, эти два брата. Крэйзи Бразерс, то есть это Бразерс. А кто из них Крэйзи, непонятно. Либо в целом вся эта ситуация, она не очень такая однозначная. Цены в Крэйзи Бразерс. Давайте для ориентира. Пицца вегетарианская 790. Пицца голубое золото 780. Это ассорти 970. И самая дорогая из заказанных, это пицца Чапалах. 1120 рублей. Вот такие вот цены. Ролу Филадельфия мы не заказывали, не заказывали, не заказывали и так далее. Ладно, цены обсудим. Около 4 тысяч, да, получилось, заплатили мы? 4 800 что-то такое. 4 800 мы заплатили, нифига себе. Короче, если честно, у меня, конечно, были, наверное, ожидания чуть больше. Вот внешнего вида. Я сейчас выбрал самую красивую. Это пицца, наверное, ассорти. А нет, это вегетарианская. Ну, окей, начнем с нее. Вот. Я думал, что это будет как-то более эпично, может быть. Но в целом, конечно, необычный формат. Пергамент у них классный. 1170 граммов весит. То есть килограмм 200 почти. Эта пицца... 790 рублей пицца стоит. Она недорогая. Выглядит она, кстати, ровно так же, прям как на картинке. И это очень приятно. Для тех, кто не ест мясо и продукты животноводства. Хотя я здесь вижу сыр. А сыр, как минимум, это продукт животноводства. С веганским... А, с веганским сыром без сычуги и соусом брокколи цветной капусты. Вот это я начал. Брокколи цветная капуста, болгарский перец, сыр без сычуги, фирменный соус. Окей, слушай, ну давай попробуем. Это чудо. По комплектации нам ничего не дали. У нас нет ни салфеток, ни вилок. Поэтому пользуемся своими. Давай посмотрим, что за чудо такое, блин. Что за вегетарианский... Вегетарианская пицца, а? Короче, возьмем один кусочек и разберем его на атомы. Я не знаю, как у них, честно говоря, пропекается это все. Тут вообще очень тонкие коржи, которые больше похожи... Которые больше похожи... Ну, типа на тортильи или вроде того. Ну, знаете, как вот для... Для буррито вы покупаете. Они, конечно, вымокшие все такие. Ну, черт его знает. Я не знаю, как к этому относиться. Но это вегетарианская пицца. Но суть одна и та же у них, да? У всех. Давай, ладно, че, короче. Ну, честно, я не ожидал немножко вот этих вот мокрых листов теста. Но при этом довольно вкусный, в принципе, вкусный продукт. Давайте будем честными. Называть вот это пиццей, ну, совсем не стоит. Это, конечно же, пирог. Это, может быть, это можно назвать лазаньей. Если это называть лазаньей, то это справедливо. Ну, тогда как бы фишка пропадает, да? Четырехэтажности. Я не знаю, ну, мягкое тесто. Но, естественно, все промокло. Очень тонкие вот эти вот коржи покупные. Или они сами это выпекают. Судя по всему, наверное, какой-нибудь блинной сковородки, что ли. Как такие тонкие раскатать можно? Непонятно. Вот, либо они покупные. Тут я не буду утверждать, это не играет роли. Общее ощущение, что я, конечно же, не пиццу ем. Хотя, скорее лазанью, да? Хотя, в целом, продукт вкусный. То есть, вот это сочетание, вегетарианскость, вот эта история, она вообще не напрягает. Ты ешь, как будто бы у тебя, ну, как будто бы и сыр-сыр, как будто бы и тесто-тесто, да? Нормально, годно, 790 рублей, довольно большой пирог. Ну, пирог все-таки. Да, в общем, вау-эффекта у меня нет. Конечно, когда мне пишут там люди, попробуй четырехэтажную пиццу, я представляю какие-то другие эмоции. То есть, это вот что-то такое ты берешь, там тянется сыр такой все. Нет, такого нет, ну, блин, пицца и пицца, пирог и пирог, лазанья и лазанья, как хотите называйте. В целом, неплохо. Вот вторая пицца, голубое золото, она мне может понравиться, потому что голубое золото, по версии Crazy Brothers, это не что иное, как пицца 5 сыров, по-моему. Сейчас я открою. А, вот, голубое золото, 780 рублей, цена адекватная. Это сырная четырехэтажная пицца голубое золото с пятью видами сыра, помидорами и двумя видами специальных соусов от Crazy Brothers. Опять сыров, перечисляем, что это? Это сыр российский, моцарелла, гальбани, пармезан, дурблю. То есть, это фактически пицца 4 сыра плюс сыр российский, помидоры и два вида соуса. 25 сантиметров, 900 граммов должна она весить. А мы и проверим, что нам мы зануды. Опа! Слушай, пахнет нормально вся эта история, на самом деле. Кило 233, отлично. По весу просто славненько. У них в составе не указаны еще оливки, а тут сверху вот они. Видите, маленькие, маленькие оливочки накиданы. Слушай, ну вот это уже такая тема, где есть сыр, оно не важно там, лазанья или что, не важно как называть, это по-любому неплохо должно быть. О, тянется, смотри. Я извиняюсь, но я переверну, я все-таки хочу понять, что это за тесто такое. Будто бы, ну вот ощущение, что оно не пропеченное, оно какое-то слишком белое, оно какое-то слишком мягкое. Хотя вот, вроде бы внутри в ней есть какие-то даже пузырики. Окей, пицца голубое золото. Давайте попробуем это чудо. Пахнет вкусно. Удивительно, что российский сыр во вкусе доминирует как-то. Несмотря на то, что там есть еще и сыр с голубой плетенью, российский все равно пробивает, короче, вкус. Мега такая жирнючая пицца. Это в хорошем смысле слова. То есть, это вкусно. Пицца, наверное, нет. Но как продукт, вот неважно, может быть, это можно дать какое-то отдельное название. Как продукт? Да почему нет? То есть, это положил на тарелку и съел как вот, ну, как запеканку, я не знаю. Ну, как лазанью, то же самое. Это тоже запеканка. Это весьма годно. То есть, по вкусу это хорошо. Вот нет никакой там, знаешь, заигрывания, типа, вот у нас там итальянская пицца, тут такой вкус. Нет, это просто вот такая вот жирюка, куча сыра, просто бери и ешь. Нормально. В плане вот как бы жлобливости у меня претензий никаких. То есть, ребята, вот Crazy Brothers накидали всего, что надо, и все. Ну, блин, ну не пицца. Какие-то странные у меня чувства, короче. Вроде пицца, да, они позиционируют как пицца. А с другой стороны, не пицца. Явно вот эти вот кусочки теста, все-таки, наверное, все-таки это вот эти вот тортильи. Мне кажется, они их используют. Потому что какой смысл что-то выпекать, когда у тебя акцента на тесте нет. Пицца это когда тесто вкусное. В том числе. А здесь как бы вообще нет смысла в тесте. Просто исключительно, чтобы как прослойка, чтобы держались вот эти слои начинки. Ну вот, фиг знает. Наверное, покупные я бы не стал на их месте выпекать. Вот если бы я делал такой формат пиццы. Ну, не стал бы отдельно заморачиваться с... Там, готовить вот эти коржи, блин. Иметь там целую пекарню у себя. Ох, ребята, Крэйзи Бразерс. Ну, я бы не сказал, что прям совсем крэйзи вся эта история. Она более-менее адекватная. То есть, это вполне съедобно. Для меня, как вот для главного, наверное, жироба со Ютубом, мне это очень вкусно. Вот туда еще мазика налить маленько и вообще будет норм. Ладно, следующая пицца. А следующая пицца это самая дорогая пицца Чапалах. Я не знаю, что значит это слово. Я обязательно сейчас посмотрю. Чапалах переводится с армянского как пощечина. Пощечина под затыльник. Я тогда не очень понимаю идеологию этой пиццы. Она самая дорогая. 1120 рублей. Сверху посыпано бастурмой. Телятина, помидоры, два вида сыра. Использованы двух видов соуса от Крэйзи Бразерс. И сверху посыпано бастурмой. Вот это прикольно. Вот это интригует на самом деле. Ты, посмотри, действительно бастурмой посыпано. Ничего себе. Причем она такая мягкая. От температуры, короче. Ну, бастурма это вообще вяленая говяжья вырезка в специях, короче. И она тут стала мягкой от температуры. Обычно все-таки прикол бастурмы в том, что ее пожевать надо. Пожевать. Пицца Чапалах самая дорогая. Причем тут действительно есть обоснование. Потому что бастурма это дорогой продукт. И как минимум вот сверху вот это обоснование лежит. Я тут не могу ничего сказать. 1120 рублей с телятиной внутри. Мы сейчас попробуем, конечно. Я не знаю, есть ли смысл сейчас взвешивать. Вот она сколько должна весить. Непонятно, кстати. А, вот. 1200. Не, есть смысл взвешивать. Давай взвесим. Тут уже заявочка на килограмм 200. И это уже, конечно, сильно. Давай проверим. Что нам, да? Оп. Пицца Чапалах. Килограмм 200. Все отлично. Кладется все как надо. Давай попробуем вот на этот раз руками взять, да? Это же пицца. Вау. Слушай, ну. Что хочу сказать. Вот ковруки взял. Уже у меня ощущение, что я пиццу ем. Да, там действительно вот внизу телятина. Сверху бастурма, сыр. И всего довольно много, блин. Неплохо выглядит. Давай. Слушайте, ну очень круто. Очень круто. Если в некоторых вот не круто только то, что салфетки не дали. О, хорошо. Прям остренько из-за бастурмы. Что хочу сказать. Вот сейчас, вот сейчас, наверное, вот сейчас я уже проникся практически. Довольно часто в пиццериях приходится нащупывать вот эти ощущения там. А сочно тебе или не сочно? Нормально тебе или не очень? Да тут вообще не возникает вопроса на тему сочности. То есть ты ешь, это просто вот прям масса соков, сыров, жиров. Мяса там, ну всего, что добавили. Вот эта пицца крутая. Пицца Чапалах мне очень понравилась. Она чуть-чуть остренькая. Это надо иметь в виду, если заказывать будете. Ну, пожалуй, да. Вот эту штуку я бы... Ну, прям бы доел. Прям бы доел. Ну, целиком вряд ли кило двести. Хотя, это же я. Покашеварим здесь, чувак. В общем, мне понравилось. Прям на пятюлю. Вкусная. Вкусная. У нас последняя пицца. Это ассорти. Я почитал у них на сайте, что именно с этой пиццей они начали вообще тему вот этих четырехэтажных пицц. Эй, что там? Что такое? А, блин, смотри. Оп. А здесь они... Они прослойку не положили, да? Или это я ее убрал? Дим, не помнишь? Вот такая вот произошла неловкая ситуация, как бы, да. Часть сыра осталась на коробке. Ну, я говорю, не пойму. Сейчас мы посчитаем количество крышечек. Их три. Да, значит, это они не положили. То есть, у них сверху вот они вот такую штучку кладут. Вот такую вот. Вот так вот. И оно ничего не прилипает. Вот здесь не положили, прилипло. Неприятный момент. Сырок. В этой пицце, значит, куриная грудка, ветчина, а также маринованные огурчики, болгарский перец. Ну, здесь вот, как бы, то, что ты дома положишь, вот, что есть в холодосе, то и положили. Два вида сыра, два фирменных соуса. Тысяча сто граммов. Минус съеденный кусочек и минус то, что осталось на коробке, ну, тысяча двести двадцать. Ну, не, ребят, не жалею. Вот в этом плане вообще уважуха. Молодцы. Когда больше, это хорошо. Когда меньше, это плохо. Вот, пицца, пицца ассорти, блин. Тут ее еще, несмотря на то, что она нарезана, тут, естественно, после того, как нарезали, она обратно собирается. Потому что, потому что так, короче. О, мать моя женщина. Ну, что, очень эпично. Не, серьезно. Вот как на картинке, так и здесь. Эпичные шмоты пиццы. Давайте еще раз попробуем разобрать эту историю. Смотри, тут ветчинка. Папа может, видимо, пеппероньки. Короче, вот смотрите на срезе. Я не знаю, как вам показать то, что внутри. Я просто тупо сейчас вот так отрежу себе кусок. Прям такой торт для любителей пиццы. Ветчинка, кстати, вкусная. Мне кажется, она какая-то индейчная, типа, нет? Crazy Brothers, если будете смотреть, напишите в комментах. Из индейки? Нет, не из индейки. Непонятно вообще. Но ветчина имеет вкус. Насколько же тесто не играет вообще никакой роли во вкусе этого продукта? Тесто это тупо связующие элементы. И все, то есть, ну, если вот это все вместе перемешать, засыпать сыром, подогреть и поесть вот как салат, исключив оттуда тесто, у тебя вкус будет примерно такой. То есть, это очень нажористо, очень жирно, очень сочно, очень не сконцентрировано по вкусу. То есть, у тебя ни в одной из этих пицц нет как бы такого прям акцента на какой-то вкус. Вот здесь ты ешь, это как бы домашний такой вариант всего подряд, чего наложено у тебя из холодоса, короче. Ты ешь, и тебе нормально, тебе вкусно, сочно. Вот с бастурмой была тема, ты ешь, у тебя как будто что-то еще сжется, как бы то же самое, но еще что-то сжется. Пожалуй, вот с сыром есть какой-то акцент вкусовой, что ты ешь что-то такое сырное. Ну вот. И вегетарианское примерно тот же вкус имеет. Конечно, плюс-минус вкус у них везде одинаковый. Пожалуй, вот эта история, она даже более понятна для вот для меня, в частности, потому что, потому что понятней. Она гораздо понятней, чем какие-то попытки там изысканности в некоторых пиццериях, когда пытаются сделать там, не знаю, там монопиццу какую-нибудь сделать, акцент на какой-нибудь один продукт. По факту получается какая-то сухая муть, короче. Вот я лучше буду вот эту вот жирность есть и, короче, годная пицца. Или не пицца. В общем, нормально, вкусно, жирно, мощно, сочно, все как мы любим. Ну, в общем-то, что самый главный продукт мы попробовали от Crazy Brothers, от этих долбаных братьев, можно так перевести. Ну, вы поняли, давай попробуем их закусочки. Я говорю, роллы я заказал, но нам не приехали. В стопе они что-то, я не знаю, что у них в стопе. У нас ничего не в стопе. Так. А, жареные пельмешки, которые уже, конечно же, не жареные. Блин. А вот пельмешки выглядят иначе, нежели на картинке, потому что там их гораздо больше, по-моему. Вот. А учитывая, что у них нельзя выбирать порцию, это кажется небольшим расстройством. Брофуды у них это называется. Брофуды. И еще какие-то непонятные клетки, что это. Вместе с соусом, наверное, минус где-то 15 граммов вся тара. 205 граммов. Ну, окей. Может, небольшой недовес тут, конечно, присутствует. В общем, вот такие пельмеши. Скорее всего, какая-нибудь стандартная, типа, сибирская коллекция. Это я не в негативном плане, это как бы в нормальном плане. Сейчас мы просто возьмем и попробуем один пельмешок, чтобы оценить. Жареные пельмени, это тема. И соус. Соус какой-то на основе майонеза. Довольно симпатично пахнет. Давайте. Мазик с травками, жареные пельмешки с укропчиком. Это весьма годно. Конечно, с доставкой, пожалуй, отстой. Но если на месте взять за 280 рублей, там, под какой-нибудь прохладительный напиток, очень даже зайдет. Нормальный продукт, то есть не могу тоже ничего сказать плохого. Вообще, кто я такой, чтобы говорить что-то плохое про жареные пельмени? Жареные пельмени, это классика. Кроме дамплз, блин, от сибирской коллекции. Помните этот обзор, да? Посмотрите обязательно. Пельмени с костями. Пельмени с костями. В общем, нормально. Пойдет такая средняя удовлетворительная еда, от которой ничего особого и не ждешь. Пойдет вот такая трешечка. Попкорн классический. Курин. Правда. Если вы думали, что это что-то вам там с солью или с карамелью, то нет. Не об этом речь. Это куриный попкорн. Вот это стоит 280 рублей. Как бы оно чуть меньше впечатляет, чем обычные пельмешки. Ну, 100 граммов, да, здесь 115 граммов. Причем тут написано, подожди, попкорн классический. А я заказывал попкорн куриный в соусе терияки с кунжутом. Здесь попкорн-то куриный я вижу, а соусы терияки и какого-либо кунжута ни здесь, ни где-то дополнительно у меня не лежит. Вот. В общем, странно как-то. То есть, это просто и что? Просто есть? Куриное филе в кляре во фритюре. Естественно, это все вымокло, пока доехало уже, потому что конденсат. При этом должен признать, что не сухо, нормально пожарено, не пережарено. То есть, не прям в хламину, не хрустит, как попкорн. Вот. И при этом, опять-таки, должен признать, что это вообще ни о чем. Если бы там еще какой-то соус был и кунжут, это было бы вкусно. А так это ничего вообще. Ну, то есть, как бы, есть и есть. Не испортили особо филе, но при этом не дали вкусный продукт. Отстой. В этом плане плохо. Так, у нас еще есть суши острые с креветкой. Нет, нет. У нас есть куриные крылышки острые. 320 рублей. А попкорн, между прочим, 320 рублей. Тоже 320 рублей. Вот. Хотя, слушайте, хотя, походу, с меня денег взяли за попкорн с соусом. А тут вот попкорн классический, 260 стоит на сайте. Мне сложно понять, как это вообще коррелируется. А попкорна в соусе терияки, вот в мобильной версии сайта, вообще нет. То есть, тут только классический 320. Короче, не знаю. Наверное, по ходу дела мы чек не нашли. То есть, у них чека нет никакого. Видимо, они просто заменили блюдо, потому что у них не было соуса терияки, по всей видимости. Так, что это за угольки? Давай посмотрим. На первый взгляд кажется, что подгорелая. Но нет, я бы так не сказал. То есть, очевидно, там внутри, под вот этой верхней какой-то соусной, под запеченной корочкой, там есть мясо. И оно довольно, вон оно, нормальное, короче. А снаружи, да. Снаружи это как будто бы коптилось. Не знаю, вместо щепы шины использовали, видимо. Вообще беспонтовые какие-то крылья, честно говоря. Куриные крылья гриль. А я заказывал куриные крылышки острые в панировке. Ну, короче, вот они под конец, получается, напутали заказ. То есть, самопроизвольно заменили. Это вообще не острые и вообще не в панировке крылья абсолютно. Это вот, судя по внешнему виду, крылья, которые у них называются гриль. Это не очень хорошо. То есть, здесь вот в плане сервиса, наверное, под конец они подкачали. Хотя, в целом, у меня как бы скорее позитивные эмоции были от Crazy Brothers. Но под конец вот такая вот как бы неприятность. Да, и этот без терияки. И крылья заменили. И вообще вот, и все. В принципе, я не знаю, что сказать. К сожалению, вот полное меню мы не смогли попробовать. То есть, тут попробовали на Тахтаре, а он всегда хорош. Ой, боже мой, именно виноградный. Я обожаю его. Сапи Рави называется. Крылья дно. Куриные вот эти без соусов тоже дно. Пельмешки норм. Пиццы тоже норм. То есть, в целом, это как бы норм с минусом. Вот такое получилось заведение. Хотя, может быть, даже и с плюсом. Почему нет? Давайте поставим оценки. Может быть, я еще что-нибудь поболтаю. Я вообще люблю поболтать. Ставьте лайки за это. Долбанутые братья набирают 65 баллов. Это немного. Но при этом, при том, что немного, они от меня зарабатывают лайк, в принципе. То есть, как бы спросите меня, заказал бы я еще оттуда? Да, пожалуй, да. Конечно, было бы лучше, если бы доставка не стоила 250 рублей. Если бы они не косячили и привозили быстрее. Но тут, возможно, связано с тем, что мы снимаем этот выпуск 7 марта. И это предпраздничный день. Это всегда ажиотаж, как вы понимаете. Возможно, с этим связано. Если, наверное, выбирать доставку или у них покушать, наверное, лучше там к ним зайти. У них заведение, потому что полноценное, такой в стиле клуба сделано. С другой стороны, в клубе есть вот эти жирные пиццы, которые, ну, блин, скушать, не обляпаться, довольно сложно. Ну, тоже, не знаю, короче, фиг знает. Но лайк от меня не получает, потому что мне это понравилось. Это понятный продукт, жирный, клевый, навороченный, мощный, сочный. Вот, это мне нравится. Так, давай по баллам. Что, цена 4? Ну, цена 4, я считаю, весьма адекватной. То есть, 100 рублей за 100 граммов, в принципе, одной начинки фактически. Это вообще неплохо даже. Вкус качества. Вкус качества я поставил 3,5. Ну, пожалуй, наверное, вот из-за этих последних закусок. Закуски какие-то стрёмные. Мне не понравились совсем. Соответствие тоже поставил 3,5 и неспроста. Опять-таки, за вот эти косячки из комплектации, то есть, подменный блюд, не добавление соусов и так далее. Вот это мне не нравятся такие истории. Сервис 2. Где салфетки? Где вообще что-нибудь? Вилки какие-нибудь? Где вот это всё, да? Непонятно. Тоже было бы неплохо, чтобы это всё клали. Потом не дали чек, не дали товарник даже, да, Дим? Даже товарника не дали, а? Вот так вот, в общем. Ну, как Достоевский себя ведут. Так, скорость ставлю 2. Ну, это как бы просто констатация факта, потому что везли долго. Я понимаю, что они везли сегодня долго, но по факту долго. Поэтому 2. Возможно, в другой день была бы другая оценка. Совершенно не исключаю. Температура 4. Более-менее всё было нормально, несмотря на то, что первые ощущения были негативные в этом плане. Казалось, что всё холодное. Внутри всё-таки пицца толстая. А толстые, они нормально, тепло сохраняют. Ну и лайк от меня, как я сказал, мы уже поставили. 65 баллов. Crazy Brothers вполне имеет право на существование. Концепция. Я бы не сказал, что это какая-то интересная концепция. Я бы не сказал, что это прям какая-то фишка, потому что все... Вот кто мне комментариев, много комментариев на тему Crazy Brothers мне писали. И в Директ, в Яндекс. Ой, в Яндекс. Яндекс Директ. В Инстаграм и ВКонтакте, и в комментах можете полистать. Ну вот, люди пишут это, как будто это вот что-то такое прям вау какой-то. Но вот вау эффекта нет. Есть эффект. Жирно, нормально, не обманывают. Как бы вот такой вот есть эффект. И очень сытно. Вау эффекта нет. В этом, наверное, ничего особенного нет. Заявлять, повторюсь, что они заявляют себя как лучшая четырехэтажная пицца в мире. По той простой причине, что они единственные, видимо, в мире, кто делает четырехэтажные пиццы с прослойками из покупных тортиличек. Но это не точно, опять-таки. Вот. В общем, не знаю. Нормально, нормально. В плане еды вполне все это вкусненько оказалось. Доедим. Доедим. А, и, кстати, я думаю, что плюс этой, как бы, пиццы в том еще, что по факту эту пиццу нормально будет завтра подогреть. То есть, в основном, если какая-нибудь тоненькая там итальянская пицца, на утро ее греть, это вообще все отстой полный. Там какой-нибудь Папа Джонс, Додо Пицца еще терпят подогревание повторного. А эта пицца вообще нормальная. Ее можно и завтра, и послезавтра подогреть. И вчера даже, скорее всего, тоже. В общем, друзья, спасибо за просмотр. Вот такой вот обзорчик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм и на канал, естественно, тоже. И поставьте колокольчик, потому что люди, многие пишут, что уведомления перестали приходить. Поэтому проверьте, чтобы не пропускать новые обзоры и, конечно же, рецепты. Все-таки у меня, в первую очередь, наверное, это кулинарный канал. Во вторую очередь, он тоже кулинарный. Ну, а потом уже обзорчики, хотя вы их почему-то любите странные. Ну, ладно, да красавчики, люблю вас. Пока. Ой, блин, еще пообедаем, что-то, Димасик. Давай тоже сейчас. Бери свою большую ложку, слышь. Соль, наверное, обманывайся. Блин, что это? Тортильи все-таки. Что это, блин? Это, блин.